Джаз меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами. В еженедельной авторской программе «Вечерний джайв с Мариам Мирабовой». По воскресеньям в 17 часов на радио «Джаз» в 89,1 FM. Добрый вечер, это «Вечерний джайв с Мариам Мирабовой». И у меня сегодня радость, потому что мы пьем кофе и разговариваем с великолепнейшим музыкантом, саксофонистом, композитором и моим старинным другом Антон Залетаев. Марияша, привет. Очень рад быть здесь. Сейчас что-то будет интересное. Привет. Ну, во всяком случае, будет откровенное и джазовое. Скажи мне, пожалуйста, мы всегда начинаем с упоминаний наших педагогов, у кого мы учились, чему мы учились, потому что без этого не было бы нас вообще. У тебя было первое фортепиано, да, как инструмент? Да-да, тема обширнейшая. И вообще, если о педагогах говорить, надо, наверное, начинать не просто с педагогов, а с вдохновителей. Да, конечно. Ну, я считаю, что первым моим вдохновителем был мой папа, конечно. Но он им, собственно, и остается, как иногда и довольно таким строгим цензором. Но это уже потом. А вдохновителем сначала, потому что все, конечно, любовь моя к музыке, я думаю, так, что... Ну, кроме того, что в меня уже заложено, Богом, видимо, началось с него. И самые первые мои воспоминания, как мы идем в детский сад за руку и все время поем песни. И он меня учит все время новым и новым песням. Ну, это тогда были песни, там, военных лет, «Темная ночь», там, мне ужасно все нравилось. Но я, к сожалению, поскольку джаз успешно вымывает из головы очень многое, я большую часть забыл, как песен, так и текстов. Ну, в общем, вот папа, да. И он же, можно сказать, приобщил меня уже потом к классической музыке. Этот момент я, кстати, прекрасно помню. Я в какой-то момент заболел с высокой температурой, лежал, и он поставил пластинку Бетховена «Три сонаты». Чудесно. Да, мне было лет шесть. Вдруг я для себя открыл, что это какая-то новая, совершенно необъятная, непонятная... Другое измерение. Другое измерение, такое, чего в мире, видимо, просто нет. И как-то я вот именно так это осознал. Ну, то ли еще вот температура обострила чувствительность. Вот-вот-вот, я и говорю, другое измерение, и ты совпал, видимо, вот в этом состоянии. Кстати, если об этом говорить, выясняется, что момент очень важен. То есть важно человеку иногда попасть в нужный момент, что, видимо, в душе открываются какие-то поры. Не всегда они открыты. Ну, ты, кстати, прав, потому что, действительно, не всегда мы открыты к информации, и одна и та же информация в разное время, она будет по-разному восприниматься. Да. И проявляться, и приживаться, скажем так. Папе поклон, так дальше. Ну, да. Но это вот такие просто, я говорю, про ключевые моменты. И тогда как-то я в силу своего... Я уже начал заниматься музыкой там на фортепиано. Возникла такая мысль, что, ну, все, ради этого можно все отдать. И несмотря на то, что потом, будучи подростком, довольно таким шалопаистым и хулиганистым, я хотел и играть в футбол, и взрывать всякие заряды. Это нормально, ты же мальчик, слушай. Это нормально. Ну, да, конечно, думаю, да. Да, и потом даже был эпизод, что я хотел быть химиком, и хотел в Менделеевский поступать. Но все-таки вот этот первый главный заряд... Это потому что взрывать там всякие шашечки, да, вот это все вот. Бабах, бубух. Конечно, химия. Ну, да. Но ты, в принципе, занимаешься, продолжаешь заниматься и химией, потому что это тоже никаким образом химия. Ой, джаз, это такая химия. Скажи, особенно с кем ты это делаешь. Вот это... Мы это обсудим сегодня, хорошо? А дальше... Да, пойдем дальше. И дальше меня отдали в музыкальную школу, на фортепиано, и тут мне опять повезло, потому что важнейший момент — не погасить в человеке, в ребенке искру. А это, в общем-то, на этапе нежного детского организма очень просто сделать. Но тут есть разные варианты. Либо там бывает... Передавили. Вот меня передавили, например, на каком-то этапе. Это печально. Да, я таких много примеров вижу. Это очень печально. Спас вокал, кстати. Меня как пианистку просто передавили, что я все у меня закрылась. Не захотела даже. Вот об этом и речь, да. Дальше. Какое счастье, что тебе постречались. Ну да. Педагога звали Поперина Светлана Павловна. На всю жизнь запомнил. Вот эту вот искру. Ну я, кстати говоря, в связи с своей младшей дочерью сейчас это вижу. Там отдельная история. Тоже ей повезло. Слава богу. Да. И причем не один раз. Ну и вот. И класса до восьмого школы музыкальной я занимался на фортепиано. Даже играл уже там непростые произведения. Ну как раз вот девятую сонату Бетховена, которую в детстве мечтал сыграть. Ты подошел к ней. Да, подошел, уже в девятом классе играл. Но тут в мою жизнь вторгся в джаз не сразу. Потому что поначалу еще в музыкальной школе такое было несколько снобистское такое. Только классика, только классика. Ну да, я слышал Диксиленда. Это весело, это потанцевать. Но это несерьезно. Разве это уровень, что это? Это несерьезно, да. Да, это вот они высшие сферы, там Бетховен. Да. Ну вот. Но потом, ну тоже ключевой момент, кстати. Кто более серьезно ввел меня в джаз? Елочка и Джераль. У папы была вот пластинка эта. Причем даже, по-моему, не... На этой интунисе, наверное. А, нет. Такая пластинка. Хау Хайзимун. Ага. Вот то соло, которое все поют. Которое Буба Юрий. Бада-бада-бада-буба Юба. И у меня голос-то протянный. Я тебе прекрасно... У тебя хороший голос, все нормально. Нет, нет, он такой ситуаций. Но мы все это заучивали, все эти сыреки же. Ну да, все эти. Заучивали, боже мой, все это... Все эти Бубы Юрий ваши. Буби Юрий, да. Ну вот я уходил долго, кстати, от Буби Юрия. Вот прямо от этого... К этому. Ну она, конечно, потрясающая. Сумасшествие. Да. Невероятная. И это был удар прям самое какое-то нутро. В сердце, в живот, ниже живота. Вообще что-то... И это было какой-то вот в первый день, когда я услышал и понял это. Ну а дальше пошло вот по накатанной. И так, а что еще у нее? Какие записи есть? А на той стороне пластинки была запись с оркестром к аутобейсе. И там, по-моему, с ним играл трубач. Вот Дизи Гелеспи... Я сейчас не помню точно, каким образом Дизи Гелеспи. Но, в общем... Как приглашенный, я думаю. Нет, а по-моему, было так, что о, труба, а кто... Интересный звук, там, интересно, здорово. А кто есть на трубе? А вот есть, значит, дуэт Дизи Гелеспи, Гелеспи, Оскар Питерсон. Дуэт известнейший. Да-да-да, да-да. О, это же вообще круто, я хочу играть на трубе. А где он еще играет этот? И вот тут, значит, ключевой момент. Дизи Гелеспи с Чарли Паркером. И, ну, и Чарли Паркер, конечно, вытеснил уже все возможное. Трубу и все. Только саксофон. Но тем более, что папа у меня играл на саксофоне. Папа-самоучка, он нигде не учился по музыке. Но в советские времена так было можно. То есть можно было просто какой-то набрать уровень. Ты помнишь, мы из джаза. Отлично показан этот момент. Кто эту импровизацию-то такую придумал? Немцы, наверное, вечно что-нибудь придумают, а русскому человеку мучатся. Точно, точно. Пара-да-да-да-да-дам. Гениальный ход Анатолия Шеровича. Кстати. Та-да-да-да-да-дам. Так, и вот и знакомство произошло. Ну, не знакомство, а просто сумасшедшее. Осознание, осознание. Одержимость. И, в общем, не зря все же говорили, кто Паркер живьем слушал, что сносит крышу. Ну, в общем, мне даже через пластинку снесло. А уж живьем. Ну, и вот с этого начался саксофон. И там был буквально один год подготовки. Поскольку у меня был опыт, ну, вообще музыкальный, там какой-то гармонический после школы. Я просто за год подготовился и поступил в училище. Но не на эстрадное, как хотел. А на классическое, да? На классическое. И причем, скрипя сердце, с надеждой перевестись. Потому что я думал, что мне за год не хватает уровня подготовки, чтобы поступить на эстрадное. Потому что я пошел послушал. Про койперфекционизм мы знаем. Ну, не, я же пошел послушал учеников Осичука. И думаю, ну, это все. Ну, все, небожители. Куда мне вообще? Вот. А надо сказать, что... Так они уже были учениками, а ты все... Ну, надо сказать, что Александр Викторович потом меня ругал, что, типа, надо было идти. Но ты его, ты его. Ну, я пришел к нему в итоге. Ну, в итоге ты тоже счастье какое. Потому что по менталитету, да, вот такого педагога, вот, видимо, ты и ждал. Ой, это отдельная тема. Потому что он тоже одержимый человек, абсолютно. Ну, да, на самом деле это отдельная тема. Тема обширнейшая. Вот я хочу к ней вернуться. Мы сейчас послушаем тебя и вернемся к разговору. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну конечно Вот как я помню Для меня вообще Ордынка Кстати говоря Я на Ордынке Не Осичука же учился Он А ты у Рязанцева? Да Я учился у Геваркяна Кстати первый год А у Геваркяна, да Который Не знаю Есть ли место в эфире Для анекдота Есть, конечно У нас эфир свободен Но это мне кажется Стоит рассказать Потому что Это уже стало таким Так давай, давай Таким мемом Общемузыкантским Не слышал такой мем Антончик Сыграй до миноты Нет До миноты Но вообще-то все знают Нет, я не знаю Это было со мной Я на первый курс поступил Ну точнее перевелся С Духового Замечательный педагог Томас Георгиевич Геваркян Он по-моему не так давно шел Да? Насколько я помню В очень преклонном, кстати, возрасте Там за 90 О, ну Да, и он замечательно играл Но он, кстати, вот здорово играл классику И всякую музыку Очень виртуозный такой человек Я бы не сказал, что там совсем джазовый Но таких широких Но школа, да Школа потрясающая, да И Ну я еще такой Волнительный Худой, волнительный Худой, волнительный Волосатый Да, да, еще волосатый Точно Да И там, значит, был такой эпизод Что, значит, он мне залил Какую-то гамму А, я пришел, значит, играю ему А он как-то Ну по-русски Он настоящий армянин И говорил Так с акцентом И, ну, с характерными Такими этими С характерными Ре Да, не только Ре А еще там склонял там слова Вот Кто наш любимый, да Он, значит, меня слушает Очень добрый педагог И, значит, в какой-то момент говорит Антончик, так оно у тебя здорово Все получается, да Ну я прошу тебя Сыграй доминоты А он у нас там первый или второй урок И я такой еще стесняюсь Я думаю Что он сказал? Думаю, что он из меня хочет Что он из меня хочет? Я такой Доми Думаю Доми Он говорит Эээ, да ты что, не понял Я прошу тебя Сыграй доминоты Я думаю, что делать Доминор, что ли, надо играть? Играю доминор Он говорит Антончик, ты что По-русски плохо понимаешь? Доминоты сыграй И вот так мы минут 15 с ним танцевали В итоге что хотели? А в итоге оказалось Что гамму, которую я играл Нужно было играть не до ноты соль А до ноты ми До ми До ми ноты То есть стоило просто до ноты ми Да, до ми ноты И вот этот Антончик сыграет до ми ноты Уже много лет у нас такой мем Это прекрасно Но вообще вот это вот все наше Действительно, как ты сказал Джазовое братство Было тогда особенным каким-то Я еще тоже застала это время Потому что я поступил Вот чуть позже тебя Но все равно В каком году? Я поступил, слушай, в 88-й или 89-й? Яшечка, я окончил в 85-м училище В 85-м училище? Ну, значит, это... Ой, подожди, нет Нет, ты что, ты в 95-м Я поступил в 85-м, правильно В 89-м я окончил, да В 90-м поступил в академию Ну, конечно Ты потерялся во времени Ты подумал, что ты старикам при старикам, что ли? Ну, нет Да Ты подумал, что ты старикам Так я тебе еще раз говорю Что вы действительно были небожительными Потому что вы общались У вас там это главное по тарелочкам Мы были серыми мужами Которые вот только следили А это помнишь? А это слышала? А этого... А пойдем послушаем Да, в ЦДЛ там туда-сюда Бегали и слушали Вот так Вот вам, инструменталисты Вот поэтому послушаем тебя И вернемся к беседе Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну ладно ДимаTorzok 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 Да, я обожаю, обожаю этого человека, боготворю вообще за все, что он сделал. Так вот, он тебе говорил, парень, с кем ты должен выходить на сцену? Ой, ну так, чтобы... Никогда не давал таких советов? Да нет, у нас был ансамбль, в котором мы играли его, и там как бы по определению уже... А, нет, ну это извините. Нет, а так, конечно, были разговоры, ну да, в общем-то и понятно, что там музыканты есть с такими-то свойствами, с такими-то свойствами, разговоры об этом были, но только сейчас я вот... Подожди, а как вы его называли? Шеф. Шеф? Мир, ты с собой, шеф? Шеф. Ты был у шефа? Да, конечно. Это гениально. Отлично, мы слушаем тебя, слушает нас и шеф, надеюсь, я вот все надеюсь, что я заполучу его на интервью, я мечтаю. Было бы круто, но он очень занят. Я знаю. По сей день так же. Я найду, я надеюсь. Надеюсь. Послушаем и вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ураганный. Значит, смотри, улетный это твой проект с Ваней Щербаковым. А ураганный, товарищи, вы стихийные какие-то. У вас все по стихиям. Ну, это же джаз. Это же джаз. Нет, джаз, наверное, бывает интеллектуальный. К урагану я периодически присоединяюсь, очень редко там. Да, Марияша, всегда счастье, когда ты с нами. Я сама. Ты не понимаешь, я трепещу. Ты вообще вносишь. Да что там говорить. Вносишь голос в наше безголосое вообще. Голос, голос, это такое дело, да. Слушай, ну скажи, твоя музыка? Твоя музыка где исполняется? Ну, в моем ансамбле. Скажи, пожалуйста, ты ведешь в соцсети, где людям посмотреть афиши, анонсы твоих концертов? Где тебя слушать? Насколько вот у тебя контент вот этот твой личный развит? Общение со зрителем? Ну, да, я, конечно, выкладываю в сетях. Всегда, когда у нас концерты. Ну, честно скажу, я просто вести вот так вот, как нужно бы вести. Это время, да. Времени нет. Нет времени. И для желания большого, честно говоря, тоже. Просто я делаю это при необходимости. Анонсы я делаю, да. А выступаем мы всегда, значит, я выкладываю, когда у нас концерты. Ну, во всех сетях. И вы там в инсте, в фейсбуке. Нет, это здорово, когда ты после выкладываешь. А вот еще лучше, когда ты выкладываешь до, ребята, мы приходите. Бывает. Нет, ну, сейчас уже не бывает, а сейчас уже всегда бывает. Просто нужно, конечно, делать это систематичнее. И вообще я, наверное, буду выкладывать расписание. Я тебя просто очень прошу, потому что чаще всего люди спрашивают. Вот мы послушали передачу. Ну, все, здорово. Вот с этим человеком, с этим. Мы хотим на его концерт, а мы не понимаем, куда идти, где, где. Вот залезаем на соцсети его, а там там давно не было. Или, например, только видео. А когда афиш нету? А где ты обычно выступаешь? Вот твои любимые клубы. Ну, в Москве их не так много же. Ну, да. Вот, и все они любимые. Это и клуб Алексея Козлова. Надо сказать, что наш, конечно, родной дом, в большей части, это клуб Алексея Козлова. В клубе Алексея Козлова мы выступаем раз в месяц на разных сценах. То есть прям вот... Да. Ну, в разные дни там, ну, вот как... Спасибо клубу, спасибо Араику нашему дорогому. Ой, это вообще потрясающе, конечно. Араику. Акопиану, да. Папа. Ой, можно сказать, для джазовой культуры в России и для развития столько всего сделано. Вот клубом Алексея Козлова, Араиком конкретно. Конкретно Араиком, да. Потому что если, ну, я должен это сказать, если вот... Говори с удовольствием, я только поддерживаю. Я же просто в течение вот всех этих лет на джазовой сцене присутствую, и просто я вижу тот же клуб Козлова, насколько он набрал обороты, четыре сцены. Да. Иногда по несколько концертов в день на каждой сцене. И народ ходит, народ ходит на джемы, ходит на бранчи. А джемы такие, джемы. И причем ходят, и я вообще... А бранчи это вообще новшество, да? Честно говоря, да, бранчи новшество, и сейчас, кстати, биток на них. Более того, я раньше думал, что народа такого в России нет. А, видимо, причем не музыкантов, а, видимо, все-таки за годы десятилетия мы и Араик там, и ты, и все мы его как-то образовали, и... Ну, не только, а, скажем, там, все, кто хотел, все-таки сконцентрировались как-то вокруг вот таких культурных мест. Ну, конечно. Ну, это потрясающе. Ну, вот Козлов. Да. Понятно, что Эссе, замечательный клуб. Чудесный. Тоже мы там выступаем, но, к сожалению, не так часто, но тоже бывает. Ну, и в том числе и вот какие-то фестивали, концертные площадки. Вот в феврале мы выступали в Доме музыки, кстати, при полном аншлаге. У вас замечательная была там программа при... Трибют Калтрейн. Да, трибют Калтрейна при... что-то там было не при свечах, а как-то у вас это было... А, ламповый концерт. Ламповый, да, ламповый, то есть она такой аналоговый. Ну, это такое у них... Ламповый. Да. Да, это у них такой был формат, серия ламповых концертов. Ну, почему ламповый? Потому что, ну, скажем, не претензия, а как-то сказать. В общем, пропаганда такого очень акустического звучания, естественного. Ну, и там еще аудиомания рекламировала. Да, 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 прекрасно. Аппаратуру виниловую. Ну, замечательно. Скажи мне, пожалуйста, фестивальное движение, например. Были ли у тебя трудности именно с продвижением авторской музыки? Потому что одно время было очень сложно авторскую музыку на фестивале затягивать. Одно время. А все просили, ой, ну, народ не поймет, давайте саммартайм там и так далее. А сейчас поменялась эта ситуация? Ты как-то чувствуешь? Потому что сейчас вообще с фестивалями поменялась ситуация, их стало много, больше, и можно ездить уже действительно, это нужно. Правда. Ну да, да. Нет, насчет авторской у меня, конечно, сложные отношения с этим делом. Просто... У тебя сложно или у организаторов сложно? Ой, Марьяш, трудно понять. Боятся они? Трудно понять, потому что тут сразу куча вопросов у меня. Ну вот мы поэтому с тобой и говорим. Ну, просто я до сих пор сам не вполне разобрался в этой теме. Надо сказать, что ансамбль-то изменил концепцию несколько с тех пор. Мы хотели играть только авторскую, но сейчас выходит иначе. Потому что мы играем всякие обработки, абсолютно оригинальные. Наши оригинальные аранжировки, часто совсем не похожие на оригинал, но там... Ну да, значит, это уже соавторство. Да, да, пожалуй, и так. И причем совершенно разные музыки. Там у нас есть и петловские, даже вещи. Ну это шикарно. Почему даже? Это прекрасно. Ну... У Битлз, кстати, в плане мелодики, там просто бери не хочу. Ну именно поэтому. Обалденно. Потом даже есть вот небольшая программа на целое деление обработок русской классической... Тем из русской классической музыки. Прокофьев. Ну вот сейчас Чайковский я сделал три, но это потому что под Рождество, под Новый год. А какие, какие, какие? Ну это три темы из Щелкунчика. Прямо конкретно. Как, ну вот, большой... Та-дам, та-дам, та-да-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А, нет. Ну не эти. Нет, там много тем. Ну и Щелкунчика просто сразу вспоминаешь. Ну если... Да, ну я сделал Марципан. Танец, да. Вальц Цветов и Кода там есть такое. Изумительно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это будет такой быстрый бибоп. Фаст. Бибоп. Бэрри фаст. Специально для барабанщика, что не отсохни его рука. Точно. Нет, там у Чайковского скрипки зажигают. А у нас будет барабанщик зажигать. Отлично. Сейчас мы послушаем и вернемся. Вечерний джайв. Радио джайв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова К чему мы приходим? От нашего снобизма юношеского, скажем так, вот такой прыжок, да, до вдруг простоты понимания, что в итоге все надо принимать. Это знаешь, вот как, я к чему веду? Ахмад Джамал, да, вот когда обратился очень так серьезно в Веру, у него поменялась музыка. Я вот хочу тебе сказать, поменяло ли тебе подключение к народному, а соответственно через Веру, через Воду вообще многое? Поменяла ли музыка? Поменялась ли у тебя? Слушай, ну и вопрос. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это осознанно или неосознанно всегда было. Человек такое широкое существо, вот и про снобизм, про юношеский. Конечно, это у всех нас не минуло. Ну, это амбиции какие-то, да, и это все на самом деле... Ну, это опять же из-за преданности, из-за преданности искусству, ну, как бы... Да, это не из-за себя. Я просто хочу сказать, что, ну, из-за себя нередко, и это... Нет, человек широк, и в нем много всего. Ну, да. И это честное, настоящее, правильное смешивается вот с этим, с тщеславием, и как-то просто это же не... Ну, вообще, в целом жизненный процесс человеческий. Человеческий, да. Поэтому, по большому счету, конечно, музыка связана абсолютно... Это же не просто умение, а развитие человека. Музыка и музыканта связана с развитием его как человека. Ну, я думаю, напрямую. Нет, конечно, у меня со временем изменилась и моя игра, и подход к моей игре. И даже сейчас я могу сказать, что я... Хотя это неправильно, но я сейчас с высоты возраста понимаю, чего не надо было бы делать раньше, чем не надо было бы заниматься, и на что не надо было бы ставить акценты, чтобы развиваться в более правильном направлении. Такие вещи однозначно есть. Ну, наверное, надо посвящать себя, все-таки стараться главному. Ну, это я не беру там таких каких-то бытовых вещей, что... Я же сейчас не про заработок. Нет, мы не об этом. Ну вот, поэтому, конечно, человек-музыкант меняется, и я не исключение. Просто, знаешь, когда человек обращается... Вот мы там разговаривали со многими людьми, да, момент, когда ты вот, например, проникаешь в какие-то познания, да, открывается тебе, ты принимаешь, вернее, их, да, и ты начинаешь меньше говорить. Почему? Потому что ты начинаешь уже по-другому относиться к каждому слову, которое ты... А смыслено оно? Вообще нужно оно или нет? Ну да. И имеешь право. Вот мне интересно, у тебя так к нотам поменялось? Абсолютно. Да? Да, абсолютно. Не, просто у студентов и еще у тех, кто учится, да и не только взрослых людей, это же все зависит от характера и настроя. Особенно музыканты и вообще люди искусства, они же такие впечатлительные, и вот это вот показать себя там... Ну да. Но тебе важно, важно вот этот организм. Особенно если есть возможность, если есть техника, если есть чего-то. Ну да, вот техника. Ну и вот... А сложно потом уйти от техники? Ты знаешь, вот, кстати, по поводу техники, очень сложно. Вот, допустим, вот не было бы у меня там таких возможностей голосовых, понимаешь? Я бы так и не орала. Кошмар. А я иногда, я думаю, я слушаю, нет, это ужасно. Я слушаю иногда, думаю, ну куда меня понесло? Ну нафига меня туда понесло? Осталось бы вот в этой тесситуре, было бы хорошо вот так, не разжало бы эту пружину. Разжало. Понимаешь? Иногда, когда тебе дается больше, да, чего-то, вдруг ты можешь потерять самое главное. И я вот постоянно борюсь с собой, понимаешь, чтобы не уходить, не вот эту пружину. Так же и вот, допустим, с техникой, да? Чтобы эта техника не перебила самое главное. Да, это очень важно. И на самом деле, нет, самое интересное, что, ну вот для примера возьмем там великий гитарист Алан Холсфорд. Самый, пожалуй, техничный. Я к чему? К тому, что это как раз тот пример, когда техника используется по назначению, и как бы это настолько естественная деталь его творчества, что можно так, можно так, и это вот то, к чему стоит стремиться. Но показывать свои возможности ради возможностей и ради того, чтобы кого-то ослепить, это, конечно, детские черты. А я могу быстрее, это раз метроном поставил, а еще быстрее, а еще? Ну да, и это, безусловно, в человеке есть, и если это и есть, то бывает не так просто от этого избавиться. Особенно, если такой характер у кого-то, а если жизненные обстоятельства, что человеку нужно было все время пробиваться, себя показывать ради там этого. Это же все накладывает отпечаток, и я думаю, что со временем все эти вот лишние одежды, они должны, желательно, чтобы они отпали. Согласна. Ну и вот я думаю, что все мы идем по этому пути, это правильный путь. Абсолютно, абсолютно, чтобы лишние одежды отпали. У меня последний вопрос к тебе, но очень важный, очень. Минкульт-то пришел. Да, я тебе расскажу. Я всем его задаю, всем. Потом я уже пообещала, что как-нибудь мы соберем все ответы из всех передач. Мне будет интересно потом это. Настолько совпадают очень многие ответы. Так, так, так. Называется это вопрос Минкульт. Что бы ты сделал, если бы тебя вдруг назначили министром культуры? Вот первое, что бы ты хотел, пока ты еще на этом посту, сделать для вообще, для культуры? Ну вот представляешь, тебе бумага такая приходит. Знаете, Антон, мы хотим, чтобы вы были министром культуры. И вот ты думаешь, так, ага, так, по всему наблюдению, вот что я наблюдаю, да, что мне не хватает, что мне кажется, что не хватает людям? Или там, что сделать для того, чтобы ему лучше было в культуре? Вот что бы, первые твои шаги. Так, обширнейшая тема, проблем масса. Я даже не знаю, но с другой стороны и продвижений много. То есть просто сидя здесь внизу, очень легко там сказать, это не то, тут не так, тут плохо. Ну скажи, мы здесь вот сидим. Нет, что бы я сделал, ну, лично я, просто мне трудно об этом рассуждать, почему? Потому что я довольно в узкой нахожусь области, и мне кажется правильным вот что-то это. Ну что, я бы боролся с массовой культурой, вот с такой пошлой. Спасибо тебе. Так это здорово. Да, прежде всего, как-то ограничить бы вот эти каналы, через которые оно попадает на, ну вот именно вот в массы и в таком огромном количестве. Ну вот с какой-то пошлостью. Это правда, пошлость, и действительно это разврат. Чистой воды развращение просто людей. Ну да, это прежде всего. А остальное, тут вопрос более сложный, потому что мы же знаем, что в культуре масса явлений интересных, неожиданных, необычных, знать обо всех невозможно. И о том, куда она пойдет, как разовьется. Но, по-моему, самое главное, давать ей благодатную почву именно для здоровых ростков, а не для тех, которые решили любыми средствами монетизировать, короче говоря, это дело. Ну ты великолепно ответил на вопрос, я тебе хочу сказать. А ты сразу сказал, что это глобальный кошмар какой-то. Нет, посмотри. Ну это же авгивы и конюшни, это же на самом деле не так. Никто не, да. Нет, потому что это человеческое вот это, никто не отменял стремление там к наживе. А мы будем о культуре. Антон Залетаев, потрясающий саксофонист, музыкант, человечище. И мой друг, которого безумно люблю. Спасибо тебе за эту беседу. Надеюсь, и вам было с нами не скучно во всяком случае. Спасибо, спасибо огромное.